Итак, это была запись с аквапарка, как вы видите, тут у нас, если смотреть слева направо, да, начиная с нас, с Антоном, дальше идет Ирина Менчикова, которая сейчас на 19%, да, то есть серебряный директор вот у нас есть, Ириночка Тихонова, да, вот тоже классно, здорово, да, девчонки классно потусили, молодцы, и, конечно же, тогда они были ниже, сейчас они уже подросли, и мы, ну, вспоминали, да. Вот, хочется сказать вам всем огромное спасибо, всем, кто с нами был эти два года, и, конечно же, классно будет с вами встретиться в Москве, записалось на мероприятие 106 человек, на московское мероприятие, и сразу же хочется немножко-немножко забежать вперед и рассказать вам кое-что интересное, потому что мы с Николаем Андрейко приезжаем на форум в Казань, если вы живете недалеко, да, ну, например, Москва или какой-то такой вот близкий город, да, пожалуйста, приезжайте, мы вас там же ждем, мы также в Казань, когда мы ездили в прошлый раз, мы организовывали классную экскурсию по Казани, боже мой, какая красавица Казань, если честно, Москва отдыхает по сравнению с Казанью, вот, говорят, Питер еще красивее, но я там еще пока не была, вот, вот, также мы с вами прогуляемся в аквапарк, устроим такое же клевое мероприятие, как в Москве, поэтому директора, кто не смог приехать в Москву, мы вас ждем всех в Казани, дорогие наши, вот, будет очень весело, будет Коля, буду я так же, как и в Москве, и вот это как раз мероприятие снимал видеограф, который будет снимать нас в Москве, я думаю, клип красиво смонтирован, клип вам, я думаю, что очень понравился, вот, потому что он вообще у нас умничка, и у нас вот самый крутой с вами видеограф, который смонтирует нам на память, обалденный клип, да, поэтому всех приглашаю в Казань, кто не смог или по каким-то причинам, по времени не получилось поехать в Казань. Спасибо всем за комплименты, я перед Доминиканой сделала химию. Итак, давайте же с вами начнем, дорогие наши. У нас сегодня с вами праздничный вебинар, хочется сказать, что есть и люди, которые выросли, открыли новые звания, есть люди, которые получили премии, есть люди, которые остались на прежнем уровне, и это нормально для сентябрьского каталога, для сентябрьского периода, и в прошлом году так было, и в позапрошлом году так было, да, и я все это помню, и вы знаете, хочется сказать вам, спасибо, Костенька, да, и хочется вам сказать, что это просто обычный сезон, да, когда родители собирают детей в недешевую школу, да, ну что ж, поедем с вами, у нас с вами идут итоги каталога номер 13. Впечатлили итоги, потому что товарооборот проекта составил 433 балла, прирост к прошлому году 157%, да, то есть это круто, это не 50%, это 157, мы к прошлому году с вами приросли в три раза, а также новичков за каталог к нам присоединилось 5875 человек, да, и вы сейчас поняли, понимаете, что это большой поселок городского типа, да, 5875 человек к нам присоединилось, кто покупать, кто худеть, кто продавать, а кто-то и строить бизнес. Итак, в среднем к нам с вами присоединяется на проект 270 новичков за день, да, и я считаю, что это, когда меня спрашивают, Аня, где брать людей, если вы все знаете о компании, люди сами к вам придут, и это точно уже, да, всего в структуре на нашем проекте Фиберлик Онлайн 69 462 человека. Вы представляете, какая это сумма, какая это цифра, это целый город уже, да, это целый город, с которых 17109 человек оплатили свои заказы, да, то есть у нас с вами есть покупатели, которые делают заказы, там, раз в два каталога, раз в три каталога, да, вот, и каждый третий, четвертый, получается, зарегистрированный в структуре у нас с вами делает заказ. Во как! Итак, мне сегодня предоставилась честь открывать это данное важное, классное мероприятие, хочется сказать вам низкий погон за то, что вы на него пришли, значит, вы болеете за наш проект, болеете за свою команду, хотите лично поздравить своих лидеров, и чтобы лидеры видели, как вы за них радуетесь, что вы не пропускаете поздравления своих людей. Итак, итоги 13-го каталога. У нас с вами есть новый старший вице-директор Надир Даминов, город Таджикистан. Вот, Дамир, мы тебя поздравляем, вот, очень рады за тебя, очень хочется поскорее увидеть мужчину в директорском составе, в директорском совете. Поскорее открывайся, мы тебя ждем, совет директоров. Итак, дальше у нас открыла старшего директора Татьяна Рябинина. Уровень старший директор. Россия, да, молодец, Танюша, аплодисменты, Танюша. Кому-то трудный каталог, а кто-то открылся, да, кто-то открылся и новое звание получил. Итак, у нас с вами есть директора, которые получили свои квалификации. Это значит, что они примерно 8 или чуть больше каталогов назад открыли звание директора. И все, кто открыл звание директора и потом его 8 передов из 17 держатся на этом звании, именно 8, да, вы можете один каталог открыть, другой каталог подупасть, третий каталог опять открыть, да, то есть не обязательно все 8 подряд, 8 из 17, да. Вот, получили бонус 55 тысяч рублей. Это наша Екатерина Тур. Это 1450 белорусских рублей, так как Катерина из Белоруссии. Конечно же, поздравляем Катюшу, вот, с такой шикарной премией. Я думаю, Катя найдет, куда ее потратить. Итак, далее получил премию директор из России. Это Жанна Тарасова. Да, это уже директора не моей первой линии, это уже у моих директоров директора. Это уже директора сами работают со своими директорами, да. Катюшка Тур у нас директор у Татьяны Русаковой, у серебряного директора. Жанночка Тарасова у нас у серебряного директора Дарьи Пахильчук получила премию, да. То есть вот такие вот умнички. Уже у директоров появляются директора, а нашему проекту-то всего-то ничего, совсем немножко еще, даже пяти лет нету, да. Вот, поэтому я считаю, что мы с вами огромные молодцы, что делаем такие крутые результаты. И уже много еще открыто званий. И, конечно же, эти открытые звания скоро превращаются в единовременные выплаты, помимо ежекаталожных выплат. Так что ура, всех поздравляю, все молодцы, здорово и классно. Ну и, конечно же, мой дорогой наставник Николай Андрейко подтвердил уровень национального директора. Кто мне скажет, сколько Николай получил премию за национального директора? Кто у нас самый умный? Кто у нас считает маркетинг-планы, знает все. Кто знает? Ни за что не скажу. Молодцы, миллион, миллион, да-да-да, миллион, целый миллион русских рублей Николай Андрейко получил. Ну, конечно, в гривнах. На Украине получает гривн. Это все автоматически конвектируется и приходит ему уже в гривнах на Украину. Вот, поэтому такая вот крутая премия. А сколько это директоров в первой линии у Николая? Кто мне скажет? Я сегодня повредничаю немножко. Восемнадцать – это международный директор. Молодцы, двенадцать, двенадцать директорских веточек. Но двенадцать директорских веточек – это только в первой линии. И вы должны понимать, что у Николая в глубину очень много директоров. У Николая есть рубиновые директора, бриллиантовые директора, золотые директора, серебряные директора. И в глубину у него более пятидесяти директоров, даже, я бы сказала, больше семидесяти директоров. И это круто, дорогие коллеги. Когда уже у директора открылся директор, а под ним еще директор, а в четвертой линии еще директор – это круто. И самое классное, что у нас с вами мульти-левер-маркетинг. И Николай Андрейка получает не за первую линию, не за первые три линии, не за первые пять линий. А Николай Андрейка получает сколько уровней в глубину? Кто у нас знает маркетинг-план? Кто мне подскажет? Молодец, Аленочка! Семь уровней в глубину Николай Андрейка получает директорских уровней. А тот, кто между директорами, там хотя бы хоть 500 человек будет, да, он из-за них получает с его личной группы. Поэтому, дорогие коллеги, наш маркетинг-план самый классный, самый идеальный и самый глубокий. Когда мы с вами можем не сомневаться ни в чем, строить свои цепочки, строить свои веточки и понимать, что с каждого директора вы будете получать, да, с первой линии пять процентов, с каждого директора. И все у нас с вами отлично. У нас с вами отличнейший маркетинг-план. И поэтому на нашем проекте открывается и подтверждается столько много директоров, серебряных директоров, рубиновых директоров, бриллиантовых, национальных, старших национальных и так далее. Поэтому всем желаю вам больших миллионных чеков, всем желаю вам поездок за счет компании. Это здорово, когда вы много зарабатываете, да, зарабатываете очень хорошие деньги, да, когда одна зарплата еще не кончилась, пришла уже другая, да, когда вам на все хватает, и вы можете даже отложить, да, и еще и вам компания за это оплачивает поездки. Да, это только в сетевом маркетинге такое возможно, на работе по найму, к сожалению, штраф не получил, и то хорошо. Так ведь? Согласны со мной? Поэтому всех я поздравляю, и сейчас мы с вами будем поздравлять подтвердившихся лидеров. Будем с вами поздравлять тех лидеров, которые держатся в уровне, которые у нас молодцы, которые уже вышли на уровень тысячу баллов. Это 12%. Юра Корнеев, директор, да, Юра Корнеев поздравит сейчас наших 12% старших лидеров. Юрочка, принимай эстафету. Все, спасибо жене, она меня поддерживает, даже по большей части, я являюсь поддержкой для жены, чем она для меня, потому что мужчины обычно в сетевой бизнес приходят за женщиной, единицы, кто из мужчин, приходят сами. Сам я по образованию строитель, закончил Воронежский строительный институт, ну и жизнь меня кидала по работам. Ну вот в результате, слава богу, связалось с сетевым бизнесом, с сетевым маркетингом, с проектом Коберлик онлайн, что позволяет мне находиться дома с моей семьей, работая через интернет, и видеть своего растущего ребенка. Это дорогого стоит. Ну, давайте приступим к поздравлению. Сейчас я буду поздравлять старших лидеров от 12% с товарооборотом от 1000... Светлана Глушко, Россия, Юлия Красакова, Украина, Ольга Лапина, Казахстан, Мария Медведева, Россия, Юлия Овчарова, Россия, Елена Остапенко, Россия, Татьяна Черноуз, Украина, Диана Авдеева, Россия, Валентина Оломская, Россия, Светлана Багина, Россия, Ирина Бажина, Россия, Светлана Бачурина, Россия, Евгения Бизина, Россия, Татьяна Богатур, Россия, Татьяна Борисевич, Беларусь, Лилия Бондарчук, Украина, Талева, Россия, Александра Горбатенко, Россия, Оксана Гуцева, Россия, Заяц, Беларусь, Диана Иванова, Россия, Кристина Истомина, Россия, Татьяна Калентьева, Россия, Зоя Камыхина, Россия, Ксения Капустина, Россия, музыки не хватает, торжественной, к сожалению, Жанна Качан, Россия, Анастасия Кашляк, Беларусь, Ольга Куликова, Россия, Надежда Курилова, Россия, Алена Кучма, Россия, Яна Лаврентьева, Россия, Нателла Лаупган, Россия, Елена Лебедева, Россия, Ирина Лебедева, Россия, Марина Лукьянова, Россия, Алла Майнусова, Россия, Ольга Маркина, Россия, Инна Мартыненко, Украина, Евгения Мизгулина, Россия, Наталья, Минович, Беларусь, Ирина Мицай, Россия, Ольга Мищенко, Украина, Елена Мартанова, Россия, Юлия Моторыкина, Украина, Наталья Мусорина, Россия, Марина Никандрова, Россия, Анастасия Новомийская, Беларусь, Инна Асадча, Украина, Наталья Асадчук, Россия, Ирина Пархамовская, Россия, Татьяна Потапова, Россия, Марина Потылыцына, Россия, Вита Примак, Украина, Ольга Рубцова, Беларусь, Алена Рубцова, Россия, Ксения Сидоренко, Россия, Ирина Спица, Украина, Екатерина Фондикова, Россия, Людмила Харькова, Россия, Лейсан Шаипова, Россия, Ирина Щетникова, Россия, и Яна Яковлева. Всего у нас 80-12% поздравляю всех. Желаю вам не останавливаться на достигнутом. И у вас все впереди. Активного роста и стабильный поток регистрации вам. Свою эстафету поздравлений передаю серебряному директору. Произошла юношка такой бой. Всех очень рада видеть. Хочется, конечно же, поздравить наших дорогих лидеров. И хочется видеть их на следующем каталоге, на следующей же ступенечке маркетинга. Итак, немножко расскажу себе. Меня зовут Пахерчев Даня. Я Илья Исвак Китон, с вами серебрянным директором. За время моего пребывания в проекте «Фаберлик онлайн» в международном проекте у меня успел даже родиться второй малыш, чему я очень благодарна. Только благодаря компании «Фаберлик» действительно я смогла позволить себе достойное будущее для своих детей. Есть к чему стремиться, есть к чему достигать, да. И жизнь у меня лично изменилась, конечно же, кардинально. Я, когда приходила на проект, я не была в рекрете, я работала, совмещала. Была я обычным администратором. Время у меня было очень-очень мало. Я достигла звания своего директора за 10 месяцев, даже с учетом того, что я 3 дня работала, 3 дня отдыхала. Поэтому, пожалуйста, несмотря на какие у вас графики на работе, да, несмотря сколько у вас детей, всего можно достичь, самое главное – ставим цели и достигаем. Итак, я сегодня поздравляю замечательную ступеньку нашей лестницы успеха. Это вице-директорант, 15% – это почти уже половина пути до звания директора. Осталось небольшой такой шажочек сделать в сторону директора и уже работать, увольняться с основной работы, забывать про нее и строить бизнес-компанию «Фаберлик». Итак, вице-директора – это люди, у которых объем структуры от 1500 баллов. Давайте же мы их сегодня поздравим. Итак, Анастасия Семенова – Россия. Розилия Анальева – Россия. Маргарита Балакина – Россия. Людмина Брай – Украина. Галина Гасина – Россия. Светлана Ганеева – Казахстан. Антонина Каморикова – Россия. Татьяна Князева – Украина. Все огромные молодцы, девчонки, мальчишки просто шикарные. Поздравляем. Наталья Копытова – Россия. Татьяна Крыгенко – Россия. Галина Лубинская – Россия. Наши вице-директора – Виктория и Сергей Маркевич, Беларусь. Ирина Музычук – Казахстан. Ирина Мясникова – Россия. Ирина Подзолкина – Россия. Ирина Привалова – Россия. Татьяна Протасова – Россия. Ирина Ряповова – Россия. Ахмур Сапарбаева – Казахстан. Поздравляю все наши лидеры. Желаю, конечно же, только двигаться вперед. Анна Слесаренко – Россия. Людмила Соколовская – Россия. Евгения Сосова – Казахстан. Ирина Устинова – Россия. Ирина и Игорь Фроловы – Россия. Сколько у нас разных городов, обойдите ваше внимание, стран. Ольга Ахамжина – Россия. Любовь Худная – Беларусь. Сергей Кяненькин – Россия. Людмила Черкасова – Украина. Ольга Шелихова – Беларусь. Юлия Шереметьева – Россия. Виктория Шпегель – Украина. Марина Шубина – Россия. И на этом мои слайды подошли к концу. Итак, итого у нас 32 лидера на ступенечке маркетинга вице-директора. 15%. Хочется, конечно же, пожелать и девчонкам, и мальчишкам, и семейным парам только-только успеха двигаться вперед, не останавливаться. Вы находитесь на серединке нашей ступенечки-лестницы успеха до звания директора. После звания директора, конечно, еще больше различных возможностей. Поэтому, пожалуйста, стремитесь, достигайте, ставьте цели, и все у вас получится. Спасибо огромное за внимание. Я передаю слово нашему старшему директору Валентину Афанасьеву. Отлично. Здравствуйте, самые успешные лидеры. Мне сегодня предоставлено почетное право поздравить наших успешных лидеров, кто подтвердил звание и двигается вперед. Немножко расскажу о себе. Я живу на Урале, на границе Европы-Азии, в жирописных горных местах. На проекте я один год и три месяца. Сама я нахожусь на пенсии уже два года, но для успеха возраст не помеха. До работы в проекте, еще раньше, я работала в налоговой инспекции. Вот видите мою фотографию. Я была начальником отдела работы с налогоплательщиками. Мы регистрировали индивидуальных предпринимателей. Ну, теперь все изменилось. Я уже в проекте, в самом шикарном, в самом успешном проекте вместе с вами. И мы все вместе добьемся успеха. За пять месяцев, благодаря командной работе, я вышла на уровень директора, подтвердила звание 8 каталогов, как по маркетинг-плану положено, и получила премию 55 тысяч. Как видите, это все реально. Только нужно хотеть, желать и делать. Сейчас я нахожусь в открытом звании старшего директора. Осталось совсем немного для подтверждения. Я думаю, что у нас все вместе с командой получится. Обязательно. Сегодня я хочу поздравить лидеров старших вице-директоров уровня 19%. Старших вице-директора 19%, у которых товарооборот структуры от 2 тысяч баллов и более. Осталась всего одна ступенька до директора. Вы знаете, что директор 23% это 3 тысячи баллов. 1 тысяча баллов до этого звания это совсем немного. 9% группа. Но вместе с командой, если вы будете активно работать, ежедневно активные действия, то я просто уверена, что у вас обязательно все получится. Поздравляем! Жанна Скобьен. Украина. Дарья Созеева. Россия. Самые успешные лидеры нашего проекта уровня 19%. Ирина Менчикова. Россия. Светлана Шулакова. Россия. Марина Банман. Россия. Прошу прощения, если я неправильно поставлю ударение, называя ваши фамилии. Екатерина Белогурова. Россия. Ольга Бирюкова. Россия. Екатерина Ваганова. Россия. Все такие у нас симпатичные девчонки. Молодые. Энергичные. Екатерина Гезима. Россия. Елена Гилева. Елена Гилева. Россия. Ольга Демченко. Россия. Светлана Дикусар. Украина. Наталья Долотова. Россия. Елена Дюкре. Россия. Виталий Зюзин. Россия. У нас мужчины-лидеры очень успешные. Анастасия Казанова. Россия. Ульяна Кириллова. Россия. Валерия Киселева. Беларусь. Наш проект международный, поэтому у нас лидеры с разных стран. Александра Камписенко. Россия. Владимир Контин. Россия. Елена Коробейникова. Россия. Олеся Кузьмина. Россия. Маргарита Курова. Россия. Ольга Лобченкова. Россия. Ольга Ложкина. Россия. Ирина Максиян. Россия. Елена Мелехова. Россия. Екатерина Микса. Россия. Россия. Юлия Минец. Россия. Прошу прощения. Украина. Наталья Никульникова. Россия. 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 Елена Нурман-Гамбетова. Россия. Светлана Павлова. Россия. Светлана Павлова. Россия. 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 Татьяна Петрага. Татьяна Петрага. Россия. Россия. Олеся Соляк. Россия. 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 Выйти на уровень директора. Вам очень нужно это звание. Вы так стремились, так старались. И всего один шаг остался. Даже маленький шажочек. Вот если вы сегодня поставите цель, у вас все получится обязательно. Поздравляю вас с успехом и желаю нового звания директора в ближайшее время. А сейчас я передаю эстафету успешному лидеру нашего онлайн проекта Ольге Дубяга. Пожалуйста. Оля, до свидания. Всего доброго. Если видно и слышно, поставьте плюсики. Замечательно. Плюсики полетели. Значит, все хорошо. Меня уже представила Валентина. Меня зовут Ольга. Я работаю сейчас с мужем Александром. Нахожусь в закрепленном звании старшего директора. Дело в том, что, как уже говорили ранее, да, что мужчины там приходят, мужчина, мужчина это всегда сила, да, на нашем проекте. Юрий говорил, что он пришел к жене, да, с женой работать. И, соответственно, ко мне муж тоже присоединился после полутора лет моей работы в интернет-проекте. Я сюда пришла, когда была в декретном отпуске, да, решила попробовать. Почему бы и нет, да, все равно сижу дома с ребенком. Садик, конечно, на этот момент нам не дали. И решила попробовать. Ну и, собственно говоря, вот что из этого получилось. Уже из декрета я, конечно, никуда уже не вышла. Через полгода открыла звание директора. Я заключила договор с компанией «Фаберлифы». И вот у нас уже появился второй малыш, нам 4 месяца. Хочу сказать, что у нас единственная компания, которая платит бонус материнства. Бонус материнства просто за то, что у вас появился в семье и ребенок, да, и это здорово и классно. Сегодня я поздравляю директоров нашего проекта. На самом деле, со званием директора компании «Фаберлиф» начинается все самое интересное и самое вкусное. Товары облодиректоров – это у нас 3000 баллов и более, до 5000 баллов. С 3 до 4999 баллов. Если у вас уже 5000 баллов, то, ребят, лучше старший директор. Итак, наши дорогие директора, поздравляю вас с этой замечательной ступенькой. И дальше только вперед-вперед. И начинаем наше поздравление с Валентиной Арнакуловой, город Россия. Поздравляю. Наталья Олечка Васильева, Россия. Светлана Дударева, Россия. Наталья Лесниковская, Беларусь. Дарья Сидорова, Россия. Ирина Шагина, Россия. Екатерина Шишкина, Россия. Татьяна Андреева, Россия. Ирина Архангельская, Россия. Посмотрите, какие у нас счастливые все директора, молодые, глаза светятся, потому что на самом деле с уровня директора уже человек чувствуется, что он здесь получает хорошие деньги. И, скорее всего, уже тот, кто вышел на директор, служит на работу по найму, не пойдет. Поздравляем Галину Асауловну, Россия. Анна Бабей, Россия. Татьяна Белич, Россия. Ирина Бабкова, Россия. Ирина Богородская, Россия. Елена Бондарь, Украина. У нас на самом деле, да, на проекте очень много мамочек в декрете, и это здорово, потому что дети уже с самого начала, с самого детства вписывают в себя энергетику сетевого бизнеса, да, и, скорее всего, это тоже будущие наши директора, будущие наши звездочки, по крайней мере, половина из них точно. Ольга Буланова, Россия. Олеся Войценко, Казахстан. Анна Габанкаева, Казахстан. Татьяна Вертенгер, Россия. Алена Гридина, Украина. Каролина Денисюк, Украина. Татьяна Драгунова-Родионова, Россия. Мария Зелик, Россия. Марина Иваненко, Казахстан. Камила Идрицева, Казахстан. Юлия Казанская, Россия. Екатерина Каташинская, Украина. Светлана Клевачева, Россия. Оксана Комарова, Россия. Юрий и Ольга Корнеевы, Россия. Наталья Корчагина, Казахстан. Посмотрите, какая у нас разнообразная география. Очень много и стран, и городов. Взять из лекарства, по ней пройтись красными, отметить точками, то практически все будет отмечено красными кружочками, потому что у нас международный интернет-проект, и это очень радует, что он объединяет так много стран. Юлия Круглова, Россия. Не только страны, городов, да? Юлия и Виталия Макликовы, Россия. Оксана Милентьева, Россия. Екатерина Павленко, Россия. Ольга Пенина, Россия. Ирина Попова, Казахстан. Наталья Порфирьева, Россия. Елена Прилепина, Россия. Евгения Путинцева, Россия. Ольга Пчельникова, Россия. Ирина Ревенок, Россия. Евгения Решко, Украина. Татьяна Рябинина. К сожалению, слайд, наверное, неправильный, да? Татьяна Рябинина у нас по итогам оброшенного каталога открыла уже звание старшего милетра. Марина Сокулина, Россия. Татьяна Сафонова, Россия. Екатерина Селегетского, Беларусь. Светлана Спасина, Россия. Ольга Тарасевич, Беларусь. Жанна Тарасова, Россия. Екатерина Тур, Беларусь. Екатерину поздравляли, да? Вначале с подтверждением звания директора и получением премии. Поздравляли Екатерину еще раз. Лилия Хатмулина, Россия. Юлия Хлебникова, Россия. Екатерина Цаплина, Россия. Насталья Цыплакова, Казахстан. Алина Шаланина, Россия. Татьяна Шалабродова, Россия. Оксана Шамшина, Россия. Елена Шевчук, Россия. Анастасия Шиянова, Россия. И Фарух Юсупов, Таджикистан. Поздравляю наших дорогих директоров еще раз с удержанием, с подтверждением своего звания. Растите только вперед и вперед. С этого уровня начинается старт вашей безумной карьеры по лестнице успеха. Есть куда стремиться. Там еще много-много-много ступенечек. В этом каталоге ждем вас, конечно же, на старшем директоре. Через каталог на серебре, через знак тога на золоте. И к Новому году, чтобы все открыли Рубинового директора. Я передаю слово следующему нашему спикеру Ольге Созевой. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока и успехов вам. Вижу, видно. Ну что, я приветствую всех, кто здесь, у экрана в мониторах. Тех, кто нашел время послушать и порадоваться за свои успехи, за успехи своей команды и за успехи своих коллег. Что я... с чего начать? Ну, конечно, мне выпала большая честь. Я с удовольствием приняла предложение провести сегодня вместе с другими спикерами вебинар поздравлений. И я с радостью сегодня озвучу и поздравлю имена наших старых и новых старших директоров. Немножечко расскажу о себе. Ровно через неделю, 27 сентября, будет 17 лет, как я впервые познакомилась с величайшей в истории человечества возможностей с сетевым бизнесом. Знала ли я тогда об этой возможности? Конечно, нет. Кто я была тогда? Я была учителем, у которой была почти двойная нагрузка, плюс репетиторство. И по совместительству многодетной мамы. Конечно же, я, наверное, интуитивно почувствовала, что это шанс, который постучал ко мне в дверь. И я даже, наверное, и представить тогда не могла, что вот эта вот возможность изменит всю мою жизнь и жизнь моей семьи. И вот уже 16 лет благодаря этой возможности я предприниматель. Это значит, что я живу и наслаждаюсь каждый день свободой и независимости. Это значит, что я сама принимаю решения, сама предпринимаю какие-то действия. Вы знаете, это дорогого стоит, это замечательная возможность, и это ни за что, ни в сравнении с какой работой по нами. В компанию Фаберлик я пришла, собственно говоря, не так давно, 10 месяцев назад. И я, наверное, даже больше пришла не в компанию, а в проект, именно в проект Фаберлик онлайн. Так что можно сказать, что, в принципе, я здесь новичок, но такой вот новичок с закалкой, опытом и пониманием, чего я хочу и что для этого нужно делать. Наверное, именно поэтому через 3 месяца с начала регистрации я открыла, вышла на уровень директора. Еще через 3 месяца я открыла уровень старшего директора. Конечно же, я получила премию 110 тысяч рублей за быстрый старт и останавливаться на достигнутом дне собираюсь, потому что, как уже предыдущие спикеры говорили, прямо вот Оля Кудяга сказала мои первые слова, я так хотела сказать, что я знаю точно, что с этого уровня, с уровня директора, старшего директора, все самое вкусное, все самое интересное, все самое классное только начинается. Поэтому, конечно же, мы будем двигаться вперед. Сейчас я с удовольствием представлю вам наших замечательных старших директоров. Кто такой старший директор? Старшим директором в компании «Пуберлик» можно стать двумя способами. Это тоже для меня было открытием. То есть один вариант – это когда вы с личной группой делаете товарооборот по 5 тысяч баллов, и второй вариант – это когда вы вырастили директора под собой в своей группе, и у вас еще есть личная группа, которая делает товарооборот не менее 2 тысяч баллов. Вот в этом случае вы имеете право называться старшим директором. Итак, поздравляем наших замечательных старших директоров. Ольга Амелина – Россия, Оксана Анайзан – Украина, Юлия Андрейка – Украина, Любовь Афимина – Россия, Ольга и Александр Дубяги, наши предыдущие фитеры – Россия, Юлия Белоусова – Украина, Ольга Васильева – Россия, Валентина Веселова – Россия, тоже наш спикер, Анна Вилкова – Россия, Олеся Владимирова – Россия, Жанетта Вяткина – Казахстан, Александра Гаранжа – Украина, Таисия и Арсенья Григорьевы – Беларусь, Татьяна Гусева – Россия, Татьяна Гаянова – Россия, Евгений Зиновьев – Россия, Мужчина, Лейла Калашникова – Украина, Юлия Карабанова – Россия, Татьяна Лебедева – Россия, Нина Маркина – Россия, Любовь Медведева – Россия, Мария Назарова – Россия, Елена Николаева – Россия, Елена Потанина – Кыргызстан, Ольга Пастяна – Украина, Наталья Полякова – Россия, Юлия Потапенко – Беларусь, Маргарита Реброва – Россия, Оксана Рущак – Украина, Галина Селитренникова – Россия, Валентина Скоморохова – Россия, Любовь Смирнова – Россия, Ольга Созьева – Россия, Екатерина Стоцкая – Россия, Галина Останкова – Россия, Вера Тыщенко – Казахстан, Анастасия Цыганова – Россия, Надежда Чертулова – Россия, Валентина Щенникова – Россия. Посмотрите, сколько, сколько у нас столько старших директоров. И это же, в принципе, наша элита, да? То есть я что хочу пожелать всем, не только старшим директорам, но и всем, кто сегодня присутствует на вебинаре, кто не смог по каким-то причинам прийти, но активно работает, а также всех, кого перед этим поздравляют. Ребята, желаю всем нам нестекаемой энергии, огромного вдохновения, энтузиазма, веры в себя, конечно же, в первую очередь, веры в компанию, веры в свою команду – это замечательно. Желаю веры в наш проект и в наших потрясающих основателей и наставников. Нам есть на кого равняться, нам есть к чему стремиться. И как наши наставники всегда говорят, что наша сила в единстве и в единении, в сплочении. И вот я поэтому хочу пожелать каждому из нас быть звездой на небосклоне Фаберлик. Каждому из нас я желаю много-много новых звездочек на этом же небосклоне. И в то же время я желаю, чтобы у нас была дружнейшая не команда звезд, а звездная команда. От души поздравляю всех. И вот на этой позитивной ноте передаю слово нашему дорогому наставнику, международному директору Антону Кононову. Антон, принимай стафету. Алло, здравствуйте, как меня слышно и видно? Поставьте плюсики в чат, если слышно. Хорошо. То есть, сегодня я проведу как бы драгоценный состав. Конечно, это большая честь для меня лично. Почему? Потому что для меня вот драгоценный состав это уже отдельно, кажется, категория. Почему? Потому что это у нас идут от серебряного директора. То есть, эти лидеры научились уже своих людей делать директорами. То есть, находить активных. То есть, у них сейчас в структуре как минимум два человека, директора, которые получают от 20 тысяч в каталог. То есть, это как бы самое важное в нашей работе. То есть, создание команды. То есть, они уже первые ступеньки прошли. И то есть, у них уже начался развиваться бизнес. Почему? Потому что именно уже директора, количество директоров первой линии уже, как говорится, дает статус. Сейчас я переключу. То есть, серебряный директор это две директорские ветки и полторы тысячи баллов личной группы. Начнем. Анна Атомасть, Украина. Альфия и Азамата Хмельзяновы, Россия. Владимир Кипин, Россия. Дарья Пахильчук, Россия. Татьяна Русакова, Беларусь. Ирина Тихонова, Россия. Татьяна Федосеева, Россия. Дальше у нас уже идут те лидеры, которые уже в своей первой линии имеют три директорские ветки. То есть, я говорю, что это минимально. У них три директора есть. То есть, может быть и больше. Почему? Потому что считается только для звания это директорские ветки. Виктория Карапина, Россия. Ирина Ткаченко, Казахстан. Наталья Уткина, Россия. Дальше у нас идут рубиновые директора, у которых в первой линии от четырех до пяти директоров. Райхана Абдурахманова, Таджикистан. Ольга Воробец, Украина. Евгения Клочкова, Россия. Снежанова Скутова, Россия. Татьяна Сафронова и Сергей Попирайко, Украина. Дальше у нас идут бриллиантовые директора. Это уже от шести до восьми директорских веток. Здесь у нас Валентина Захарова, Россия. Татьяна Александра Распопова, Россия. Дальше идет национальный директор. Это двенадцать директорских веток. От двенадцати до четырнадцати. Здесь у нас наш наставник, это Николай Андрейко. Поздравляю его с получением квалификационного бонуса, с получением бонуса развития, который дается раз в год. И как бы просто ждем следующего уровня у Николая. То есть следующего, как говорится, следующий это пятнадцать директорских веток. Это старший национальный. Я думаю, Николай скоро его уже откроет. Так, и международный директор, это от восемнадцати до двадцати директорских веток. Это мы с Анной, Анной и Антон Конон. Хоть бы улыбнулся. Это бизнес. Нужно быть серьезным. Да. Ну что, дорогие коллеги, всех поздравляю с новыми званиями, с премиями, с подтвержденными статусами. Вы огромные молодцы. Мы с вами вместе сделаем все. Мы с вами крутая команда. Вместе мы свернем горы. И, конечно же, тот тот и понимает, тот и растет быстрее, чем те, кто не понимает. Поэтому вместе, дорогие коллеги, мы с вами как раз та самая сила, когда во всем все, что вы загадали, может сбыться. Итак, я желаю вам роста, удачи, везения, терпения, трудолюбия, во всем вдохновения, чтобы вы могли покорить любые дороги и так далее, и так далее. Все молодцы. Всем пока-пока. Спасибо вам огромное за внимание.